Францфутбол По данным издательства «Францфутбол» при выборе спортивные чиновники были не вполне объективны. Попросту говоря, Катар купил голоса президента Африканской конфедерации футбола Иссе Аяту и представителя Кодейуара Жака Анума по полтора миллиона долларов за штуку. Более того, президент УЕФА Мишель Платини якобы проголосовал за Катар по прямому указанию главы своего государства Николя Саркози в обмен на масштабные инвестиции в французский футбол от арабских шейхов и покупку 70% акций столичного клуба Пари Сен-Жермен. Все, что опубликовано – ложь. Оставляю за собой право судебного преследования того, кто поставит под сомнение мой честный выбор стран-организаторов чемпионата мира. Францфутбол заявил, что все обвинения основаны на реальных документах и обещал передать их в исполком ФИФА. Кстати, попытки подкупа голосов в истории этой организации уже были. В начале 90-х Франция и Марокко ожесточенно соревновались за право провести чемпионат мира. Ко мне подошел представитель Марокко и предложил серьезное денежное вознаграждение. Я тут же вынес этот вопрос на обсуждение исполкома. И Марокко лишилась всех шансов получить поддержку руководству ФИФА. Заявки на проведение чемпионата 2022 года подали США, Австралия, Япония и Корея. Однако в итоге выиграл Катар. Выбор страны-хозяйки Мундиали специалисты с самого начала оценивали неоднозначно. Из-за погодных условий летом здесь стоит невыносимая жара. Температура в тени может превышать 45 градусов. Появились даже предложения проводить матчи не в привычном формате. Два тайма по 45 минут, а в три тайма по 30. По 30 минут, наверное, вряд ли. По 30 минут вряд ли. Но, скорее всего, наверное, конечно, чемпионат мира может быть проведен в зимнее время. Ранее ФИФА никогда не меняла свои правила в угоду организаторам. Более того, подобные изменения даже не обсуждались. И вот теперь Катар может стать исключением из правил. Катар расположен на полуострове в Персидском заливе. Территория всего в четыре раза больше Москвы, а население менее двух миллионов человек. При этом страна занимает третье место в мире по запасам природного газа. Первое по производству сжиженного газа. Кроме того, является крупным экспортером нефти. Не удивительно, что при таком раскладе Катар – мировой лидер по доле ВВП на душу населения. Причем львиная доля доходов распределяется между коренными жителями. А их, по некоторым оценкам, не более четверти. Эти деньги при трехсоттысячном собственном населении, потому что на полтора миллиона гастарбайтеров их же никто не тратит, у него остаются на разные развлечения. Вроде организации гражданской войны в Сирии, свержения Каддафи в Ливии, закупки всего исламистского террористического по всему исламскому миру, ну и, конечно, на канал Аль-Джазира. Долгое время Катар был на обочине мировой политики, но вот теперь готов поспорить с Саудовской Аравией за лидерство в арабском мире. Катарские шейхи активно поддерживают организацию под названием Ихван Аль-Муслемин – братья-мусульмане. Именно его филиалом является палестинское движение «Хамас», а представитель братьев Мухаммед Мурси стал в прошлом году президентом 80-миллионного Египта. Катар стремится на базе, так сказать, политической площадки Ихван Аль-Муслемин, позиционировать себя как авторитет номер один, как точку сборки гигантского исламского мира. Успехи братьев можно расценивать как серьезный удар по позициям саудовцев, которые считают себя истинными салафитами. Салаф – это по-арабски предки, то есть те, которые хотят устроить так же, как было при пророке Мухаммеда. И добиваться это надо любыми способами, в том числе и насилием. Братья-мусульмане сейчас отошли от этого тезиса, и они говорят, нет, мы можем добиться все демократическим путем. Они на выборах победили. Саудовцы братьев-мусульман не любят, они их считают вообще отступниками. Единственное, чего не хватает, которую для получения статуса региональной сверхдержавы – это мощные армии. В рядах вооруженных сил чуть более 10 тысяч человек. Правда, они неплохо обучены для проведения локальных операций и проходят стажировку в других странах. Вот, например, видео с интернета. Катарский спецназ обучает белорусы. Катар активно помогает радикальным исламистам во всем мире. Именно здесь нашел прибежище чеченский сепаратист Зелимхан Яндарбиев. Здесь же его и убили в 2004-м. Катарцы во всем обвинили российские спецслужбы, после чего отношения между двумя странами испортились. В 2011-м новый виток напряженности. Возникли серьезные разногласия по Сирии, после чего в аэропорту Дохи избили российского посла Владимира Титаренко. Тогда катарцы виновных не нашли и даже официальные извинения не принесли. Был тяжело избит ногами в аэропорту. Била его охрана аэропорта, потребовавшая от посла предъявить для досмотра дипломатическую почту. Каковое он и не предъявил. Как он рассказывал, могли бы и застрелить. Кстати, действия катара неоднозначно оценивают и в арабском мире. Правда, пока все разговоры ведутся в основном в кулуарах. Говорят, ну конечно, они слишком вознеслись, это невозможно, это быстро пройдет. Впрочем, пока катар на критику внимания не обращает. Активно инвестируют в другие страны, не только мусульманские. Скупает недвижимость во Франции, Англии. С начала этого года объявил, что готов спасти от кризиса Грецию и Италию. Им обещано по миллиарду евро. Так что на этом фоне эксперты скептически оценивают вероятность пересмотра итогов голосования по чемпионату мира 2022 года. Ведь обвинения в подкупе членов исполкома FIFA со стороны катара уже звучали два года назад. Но тогда скандал замяли. Роман Никифоров, Оксана Файчук, Глеб Тихомиров, Даниил Гончаров, Андрей Нетреба. Вместе.